Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости в студии Айдос Оспанов и смотрите сегодня в выпуске. С этого месяца статистику заболевших пневмонией коронавирусом объединили, но включат ли туда тех, кто заболел пневмонией раньше? Что делать медикам с вопросами денежной компенсации за заболевание, которое случилось с ними в июне, а не в августе, расскажет Наталья Басмурзина. 65 тысяч жителей Куснайской области получили социальную выплату 42,5 тысячи тенге. Помимо этого, некоторым категориям жителей региона была компенсирована оплата за коммунальные услуги. Татьяна Калюжина с подробностями. Армянские машины без регистрации скоро вновь встанут вне закона. Срок оформления заканчивается 1 сентября. Процедуру прошли лишь половина владельцев. Многие объекты до сих пор недоступны для инвалидов. При этом в список нарушителей попали и государственные ведомства. В Казахстане начали общий подсчет зараженных коронавирусом и пневмонией. Переход на новый подход к статистике был рекомендован Всемирной организации здравоохранения. Но включать в новые цифры тех, кто болел пневмонией, до 1 августа не будут. Это слишком большая нагрузка для специалистов, ведущих учет. Смогут ли в таком случае получить денежную компенсацию медики, которые заразились пневмонией в прошлые месяцы, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой. С этого месяца в Казахстане объединили статистику среди больных коронавирусом и пневмонией. Теперь подсчет единый, как и рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. Вот только такая рекомендация появилась еще 18 июля. Но исполнить ее две недели назад Казахстан не мог. Нужно было разработать алгоритм учета больных и ввести кодировки для системы. Теперь они появились. Многие задаются вопросом, будем ли мы учитывать случаи для выплаты компенсации медицинским работникам, выявленные до августа, до объединения статистики по ковид и пневмонии. Мы над этим работаем и обязательно тщательно разберемся с каждым таким случаем по отдельности. Пусть никто из наших коллег по этому поводу не переживает. Сейчас число заболевших коронавирусом составляет 93 820 человек, умерших среди них 1058. Среди заболевших пневмонии с признаками ковид начинает с 1 августа 5 979 человек и уже 51 смерть. Однако по данным министерства можно говорить о положительной динамике. Ежесуточный рост заболеваемости в стране снизился в два раза. Такая тенденция заставляет думать о возможном завершении карантина. И такой вариант уже рассматривается. На протяжении этих двух недель мы будем ежедневно мониторить данные. И если мы увидим стойкое снижение заболевания, тогда у нас есть план, который мы докладывали на государственной комиссии по поэтапному снижению мер. То есть в случае, если показатели в динамике будут ухудшаться, тогда будут приниматься другие решения. На рост числа новых заболевших не в последнюю очередь может влиять ношение масок. По словам министра, уже через месяц применение таких средств защиты эффект репродукции вируса снижается в четыре раза. Человек в маске заражает людей на 30% меньше. Все это результаты анализа международного опыта, который теперь надеются проследить и у нас в стране. На данный момент, то, что у нас были пиковые параметры на начало июля месяца, мы прошли. Возможно, этот пик повторится. Заболеваемость напрямую зависит от социального дистанцирования, от ношения масок, от соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Алексей Цой уже сообщил, что ношение масок должно стать полезной привычкой в обществе, которая сегодня, к его сожалению, лишь временная крайняя необходимость. Наталья Басмурзина, РТН Почти 30 тысяч костанайцев получили возможность оплатить коммунальные услуги за счет государства. Напомним, 15 тысяч тенге выделялось нескольким категориям казахстанцев. Кроме того, социальную выплату в 42,5 тысячи тенге уже получили 65 тысяч жителей региона. Как отмечают чиновники, и это еще не все. Мер поддержки населения и бизнеса со стороны государства немало. О них наш следующий сюжет. В связи с карантинными ограничениями по коронавирусу, с весны в Казахстане государством приняты ряд мер поддержки населения и бизнеса. К примеру, социальную выплату в 42,5 тысячи тенге в марте-апреле получили 165 тысяч костанайцев на 7 миллиардов тенге. В августе эта выплата назначена порядка 65 тысячам гражданам на 2,8 миллиардов тенге. Помимо этого, сумма в 21 250 тысяч тенге, по словам чиновников, будет автоматически доначислена и выплачена всем, кто подавал заявку в июле. Особое внимание, отмечают чиновники, уделено поддержке малообеспеченных. Еще одной мерой государственной поддержки стало возмещение затрат коммунальных услуг гражданам и социально вырезанных слоев населения. К возмещению были отнесены расходы за электричество, тепло, газ, воду, канализацию, вывоз, ТБО и услуги лифтов. В целом, по Кустанайской области более 50 тысяч граждан попадают для назначения данного вида поддержки. Акиматами было принято 37 тысяч заявок, из них одобрено порядка 30 тысяч или 78%. Возмещено 881,2 миллиона тенге или 58%. В этом году на выплату адресной социальной помощи в регионе предусмотрено больше 2 миллиардов тенге. С начала года АСП назначено более 4 тысячам семей примерно на 1 миллиард тенге. Что касается поддержки бизнеса, выдают 73 льготных кредита для поддержки МСБ на 16 миллиардов тенге, предоставленные отсрочки по выплатам 120 субъектам бизнеса, являющимся участниками госпрограмм. Предприниматели освобождены от 8 миллиардов тенге налогов, приостановлена арендная плата во всех 14 действующих торгово-развлекательных и торговых центрах и 38 рынках. Сегодня 129 предприятий, которые получили отсрочки по кредитам, по платежам. Это мало. Эту работу надо будет увеличивать. Многие предприятия в связи с карантином простаивают, поэтому надо помогать. Акиму эту работу взять на контроль. Акимат Кустнойской области по программе дорожной карты занятости планировал создать до конца года больше 14 тысяч рабочих мест. Сейчас 5 тысяч человек работой обеспечены. Получать они должны не менее 85 тысяч тенге. Как отмечает заместитель Акима Кустнойской области, Мражин Дубаев, Учитывая, что работа многих организаций приостановлена, то освободившиеся люди могут трудоустроиться на объекты дорожной карты. Для этого им нужно обращаться в центре занятости на местах и зарегистрироваться на бирже труда онлайн. Хамза Нурпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. К другим темам. Меньше месяца осталось у владельцев машин, везенных из Армении для временной регистрации их на территории Казахстана. Пока в Кустнойской области документы оформлены на 200 из 700 с лишним иностранных транспортных средств. Между тем выясняется, что три сотни машин, купленных в Армении, вообще не подлежат регистрации в Казахстане. Упрощенная регистрация автомобилей, везенных из Армении, началась в Казахстане 1 июня. На территорию Кустанайской области попали 763 таких машины. Полицейские исследовали все эти транспортные средства. Установлено, что 313 транспортных средств не подлежат регистрации на сегодняшний день. По причине того, что в ВИН-код у них менее 17-значных символов. Соответственно, либо это транспортные средства с правым рулемом управления, либо транспортные средства, было перенесено рулевое колесо управления справа на левую руль. Из тех автомобилей, которые имеют основание быть зарегистрированными, на данный момент оформлен 201. Примерно 52%. Остальных владельцев авто с армянскими номерами полицейские по-прежнему приглашают посетить Кустанайский автоцон. С собой необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, технический паспорт транспортного средства, переведенный на государственный язык, либо на русский язык, заверенный нотариально у нотариуса, значит, государственный номерной знак, владельцу будет вручен, владельцу транспортного средства акт, что государственный номерный знак транспортного средства будет из улики Армении, и технический паспорт принят на хранение. За оформление, напоминают полицейские, необходимо уплатить госпошлину и, в общем, заплатить около 12 тысяч тенге. После этого, примерно в течение часа, владелец авто получит желтые номера и казахстанский техпаспорт. Уплата налогов и прохождение техосмотра в дальнейшем будет проводиться на территории Казахстана. Процедура будет закончена 1 сентября 2020 года. То есть, в 0 часов уже действия по регистрации, по этим услугам мы уже будем оказывать, не будем оказывать. Соответственно, 2 сентября уже управлять транспортным средством с номерными знаками граждан Казахстана, Республики Армении уже будет запрещено. За нарушение запрета владельцу грозит административное наказание и отправка его автомобиля на спецстоянку до устранения нарушений. Чтобы его получить доступ к управлению, надо будет уже, соответственно, заплатить и растаможку, значит, и перечную регистрацию провести, и телевизионный сбор, который уже будет выливаться в миллионные суммы, и только потом получить белые номерные государственные знаки Республики Казахстан. Вторым выходом будет вывоз автомобиля на эвакуаторе или каком-либо буксире в Армению, так как управлять им в Казахстане уже будет нельзя. Третьим – разбор его на запчасти, которые потом можно продать. Хамзан Рпиисов, Наталья Луговская, РТН. Ребенок выпал из окна в Костанайе. Четырехлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию, а сотрудник областной полиции пострадал от действий нарушителя и, в частности, от его зубов. Подробнее об этом, а также о задержании крупной партии нелегально перевозимых медизделий в нашей рубрике «Коротко». Попытка незаконного вывоза медицинских изделий пресечена сотрудниками антикоррупционной службы региона. По данным ведомства, на номер республиканского колл-центра 1424 поступил анонимный звонок от гражданина, который сообщил о факте. В тот же день перевозящий медицинские перчатки автомобиль «Газель» был задержан на выезде из областного центра. Автомашина с 16 коробками следовала в столицу, где, по словам перевозчика, товар должен был быть передан контактному лицу. Всего в кузове находилось более 30 тысяч медицинских перчаток, средняя стоимость которых по предварительным подсчетам превышает полмиллиона тенге. Кроме того, отсутствовали какие-либо разрешительные сопроводительные документы, подтверждающие законность происхождения перевозки груза. По данному факту, усматриваются признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей «Незаконная предпринимательская деятельность». Теперь судьбой сомнительного груза будет заниматься служба экономических расследований. Четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в Кустанайе. Несчастный случай произошел вечером на улице Кэрбекова. По данным сотрудников ДЧС региона, родители ребенка в это время находились на работе. За девочкой присматривали трое старших детей, но в какой-то момент она осталась в комнате одна, забралась на подоконник, где было открыто окно, облокотилась на москитную сетку и полетела вниз. Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию городской областной больницы. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое, но через несколько дней оно стабилизировалось. Сейчас девочка переведена в травматологическое отделение, где получает необходимую медпомощь. Сотрудники ДЧС в очередной раз призывают родителей не оставлять детей без присмотра и в целях безопасности установить на окна решетки или блокираторы. Часть уха откусил полицейскому нарушитель Кустанайской области. 3 августа в поселке Улейколь при задержании 33-летнего водителя автомашины ВАЗ-2110 и его пассажира, которые нарушили режим карантина, последние оказали активное сопротивление. Пассажир нанес телесные повреждения участковому инспектору полиции и откусил ему часть уха. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Применение насилия в отношении представителей власти Уголовного кодекса Казахстана». По данным сотрудников Управления собственной безопасности областного полицейского департамента, случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции в регионе участились. С начала года зафиксировано уже 9 фактов сопротивления полицейским. Также зарегистрировано 45 фактов оскорбления представителя власти. За данное деяние предусмотрена уголовная ответственность. В случае же несогласия с действиями полиции, граждане могут обращаться на телефон доверия 54-42-47 или 102. Продолжаем выпуск. В Костанайской области планируется открытие новых предприятий. Одно будет выпускать овсяные хлопья, другое – инвалидные коляски. А еще появится компания по изготовлению дезинфицирующих средств. С начала этого года они получили льготное финансирование через фонд ДАМУ. Всего же за это время фонд ДАМУ оказал поддержку 152 проектам в абсолютно разных сферах. Мои коллеги расскажут подробнее. С начала года в Костанайской области фонд ДАМУ по различным государственным программам профинансировал 152 проекта в сферах обрабатывающей, перерабатывающей промышленности и торговли примерно на 16 миллиардов кредитных деньги. Карантинные ограничения на темпах освоения выделенных денег бизнесменами не отразилось. А с учетом того, что в апреле для участия в программах был снят ряд ограничений, число претендентов на господдержку даже выросло. В частности, увеличенные суммы кредитов для участия в госпрограмме, унифицированная ставка для предпринимателей. В настоящее время конечная ставка для субъекта МСБ составляет 6% годовых. Раньше эта ставка рассчитывалась в процентном соотношении от номинальной ставки по кредиту. И максимальная была возможная ставка 50% от ставки банка. То есть это было порядка 7-8%. Включены проекты субъектов крупного предпринимательства. Помимо этого, теперь нет препятствия в виде ограничения по отраслям. Например, раньше в городе не финансировала сфера торговли, только в селе. Теперь разрешено. Среди крупных реализуемых проектов этого года Игорь Одинокий назвал ТО «Мибека», который запускает производство овсяных лопьев. Или же Руднинское предприятие, получив 80 миллионов тенге, приобретает оборудование по производству дезинфицирующих средств. Есть проект ТО «Фортуна Мед». Сумма финансирования порядка 200 миллионов тенге. Проект комплексный и на пополнение оборотных средств, и в сфере инвестиций. Проект касается организации деятельности по производству инвалидных колясок. Тоже проект инновационный. По итогам года можно будет говорить о успешной реализации проекта. При этом от кустанайзеких бизнесменов все еще ждут новых заявок. Деньги до конца года еще есть. Вместе с 5 миллиардов тенге, выделенных из бюджетов на субсидирование процентной ставки по кредитам и предоставление гарантий, было использовано лишь 2 миллиарда тенге. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. К другим темам. Государственные органы реже создают условия доступной среды для инвалидов, чем предприниматели. Такой вывод сделали в Департаменте труда и социальной защиты населения. Поводом стали проверки, которые проводились ведомством в этом году. Оказалось, что представители бизнеса с большей прилежностью исполняют предписания о нарушениях, чем государственные структуры. Среди последних уже нашлись повторные нарушители, которых привлекли к штрафам. Что это за государственные органы, расскажут наши корреспонденты. В этом году проверить доступность разных объектов для людей с инвалидностью оказалось непростой задачей. Режим ЧП, карантин и мораторий на проверку бизнеса во многом помешали проверяющим органам. В итоге за первое полугодие проверок было в три раза меньше, чем за тот же период в прошлом году. Тогда их насчитывалось 61. Департаментом за первое полугодие 2020 года проведено 23 проверки. По итогам выявлено порядка 180 нарушений. Наложено было 6 административных штрафов на сумму 2,2 миллиона тенге. В основном проверяли тех, кто уже попадался на нарушение и имел предписание. По нему нужно было создать условия для людей с инвалидностью. Но оказалось, что это требования организации не выполняли. Причем среди них чаще оказывались не представители крупного или среднего бизнеса, а государственные структуры. Это у нас был отдел жилищного коммунального хозяйства Сыракольского района, аппарат Акима Денисовского сельского округа, на Урзумские отделы занятости и социальных программ. Вот такие ряд объектов, которые не исполнили наше предписание. И они были привлечены к административной ответственности в виде штрафа. На сумму порядка 300 тысяч тенге. Это каждая отдельность государственных органов понес такие наказания. Проведя анализ по всем госучреждениям, оказалось, что в сфере культуры только половина закрепленных за ведомствами помещений имеет пандусы и другие условия доступной среды. В сфере здравоохранения обустроенных зданий меньше половины. Одни из лучших показателей среди управлений и отделов спорта. У них доступная среда обеспечена на 81%. Не соответствовала, например, пандус, выходная площадка, отсутствовали необходимые поручни, может быть, какие-то ширина дверных проемов не соответствовала. Вот такие вот нарушения. Субъекты предпринимательства, они добросовестно относятся, хотелось бы отметить, в отличие, конечно, государственных структур. По словам сотрудника департамента, предприниматели чаще реагируют на требования создать условия для инвалидов. Впрочем, и в сфере бизнеса находятся нарушители. Например, материалы по отделению Каспочты в районе имени Биембета Майлина передали в административный суд. Что касается тех учреждений, которые не среагируют даже на повторное предписание, то их все равно заставят установить пандусы. Сделают это, по словам Осии Дощановой, принудительно через суд. Аспанка Кимжанов, Наталья Басмурзина, РТН. Карта сакральных мест Костанайской области пополнилась девятью новыми объектами. На четырех из них сотрудники областного краеведческого музея уже провели обследование и благоустройство территории. В планах изучить оставшиеся пять мавзолеев и захоронений до начала сентября. Что это за объекты и в каком состоянии они находятся сейчас, узнавали наши корреспонденты. Это зал областного краеведческого музея. Здесь выставлены макеты сакральных объектов Костанайской области. Правда, не всех. Эта коллекция выставочного зала так и просит новые экспонаты. И над ними, возможно, работу начнут. Но пока пополняется сама карта сакральных объектов области. В прошлом году туда попали девять новых захоронений и мавзолеев. И теперь сотрудники музея изучают их состояние. На сегодняшний день мы уже обследовали четыре объекта. Это место захоронения Нуржана-Ношабаева, расположенное на старом мусульманском кладбище в 12 километрах от села Владимировка Костанайского района. Место захоронения Аспантая-Быса-Улье в Узенкольском районе. Также два объекта на Нурзумском районе. Это у нас мавзолей Умбитей-Батыра. И место захоронения Матен-Батыра. Эти захоронения относятся к концу 19-го, началу 20-го века. А построенные на этих местах сооружения были установлены еще позже. Сотрудники музея говорят, что благодаря своему не столь старинному возрасту они смогли хорошо сохраниться. Оставалось лишь провести благоустройство территории. Что-то побелить, а где-то выкорчевать сорняки. Мы их обследовали, провели фотосъемку, определили GPS-координаты, что в будущем поможет правильно эти объекты расставить на виртуальной карте. А также до октября 2020 года запланирована установка информационных указателей на пути следования и также информационных стендов на трех языках с размещением QR-кодов. Сейчас на карте сакральных объектов нашего региона находятся 38 мест захоронений и мавзолеев. Однако они расположены не во всех районах области. В четырех из них таких мест нет вовсе. Это Федоровский, Ауликольский, Карасуский и Житикаринский районы. У нас археологические памятники есть практически в каждом районе Кустанайской области. Те же самые курганы, это и Ауликоль, это и Житогора, и в Карасу очень много археологических памятников. Но именно сакральными, конечно же, не все являются. То есть археологические памятники, памятники истории и культуры – это одно понятие, а сакральные – это совсем немножко другая тема. Сакральным можно назвать и памятник архитектуры, и природный ландшафт, но они должны быть почитаемы среди населения. К тому же сакральные объекты могут обладать исторической ценностью и связью с политическими событиями. Вывод о том, относится ли место к числу сакральных, делает специальная комиссия. Ее последнее решение как раз и пополнило список девятью объектами в нашем регионе. Пять из них еще предстоит обследовать сотрудникам музея. Сделать это они хотят до начала сентября. Успанка Кимжанов, Наталья Басмурзина, Елена Щегельская, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова